Вот береговая линия. Мы начнем с этого. В плане развития Москового порта Южной, для понимания, существует перспективное строительство причалов 10, 11, 12, 12, о которых я вам говорил. Есть группа инвесторов, которая заявлена на то, чтобы они готовы строить эти причалы. В плане Москового порта Южной, развитие Москового порта Южной четко обозначено, кто возможный инвестор. Администрация морских портов Украины, дробь инвестор. То есть инвестор, тот, который будет готов строить причал. Что такое готовность инвестора строить причал? Это отведенные землеводного фонда, это раз, это проект готовый. Это получение всех необходимых разрешительных документов для того, чтобы приступить к строительству этих причалов. Что такое, я не считаю, что это претензии, это, я считаю, вопрос к администрации морских портов Украины, не более чем претензии. Скажем так, нет претензий или конфликта, есть недопонимание, назовем это так. Чтобы приступить к строительству причалов, нужны вот эти составляющие, которые я вам назвал. Администрация морских портов Украины, это государственное предприятие, такой же самый инвестор, возможный инвестор, у которого тоже есть денежные ресурсы, денежная база, которая может тоже, согласно закону Украины, морских портов вкладывать в причальную инфраструктуру. И в акватории, о котором я озвучил, скажем так, в данной ситуации никто не разделяется. Есть инвестор, который может тоже вложить свои деньги. Но нужно обозначить, кого мы подразумеваем под инвестором. Я назвал вам составляющие. Когда у него есть землеводного фонда, на которых можно строить, он без землеводного фонда строить не начнет, которые нужно отвести, которые нужно сделать целую законодательную процедуру. Спроектировать под эти землеводного фонда существующий причал. И нужно понимать дальше, как он будет работать на этом причале. То есть администрация морских портов Украины, как таковая, не является камнем преткновения или преградой для любого инвестора. Существуют действующий законодательный порядок, плохие законы или хорошие законы. Мы не имеем права об этом судить. Они действующие. Их надо исполнять. То есть давайте приведем к компанию группы ТИС. Она строит. Ну как-то строит. То есть давайте приведем к группу компании Торговый дом Хлебная Гавня, я вам назвал, которую строят под Мрею. Она отводила землеводного фонда, она проектировала. То есть она получила разрешение в Мининфраструктуру на проведение работ на водной глади, с точки зрения безопасности мореплавания и согласовала с Украинской инспекцией. Понимаете? То есть говорить, что мы не даем, я считаю, некорректно. Ну то есть нужно разобраться до конца в ситуации. Понимаете? То есть слышать и вторую сторону. То есть здесь я могу вам точно с уверенностью сказать. Администрация морских портов Украины заинтересована в привлечении любого инвестора. Мы работаем над тем, чтобы создать инвестиционный положительный климат в любой администрации морского порта. То есть и в частности морской порт Южный ничем от этого не отличается. Ничем. От Белгород-Днестровского, Измаильского или там Херсонского по порту. Они тоже занимаются привлечением инвесторов, как и мы. И мы ни от какого инвестора не отказываемся и не создаем никаких преград. Мы наоборот помогаем и пытаемся четко поставить инвестора в законодательные рамки, чтобы он сделал все по закону и все правильно. Чтобы у него потом к нему не было каких-то вопросов или претензий, что он где-то что-то неправильно сделал. Ведь в морском бизнесе и в нашем существующем законе очень легко ошибиться. К чему это приводит потом вы сами прекрасно понимаете. К очень серьезным последствиям. А это деньги, инвестиции. Поэтому мы в данной ситуации с любым инвестором всегда работаем в понимании. И в нахождении понимаем. Конфликты бывают разные. Я их называю рабочими. Где-то мы чего-то можем не понять, где-то инвестор нас может не понять. Но это опять же законодательная база для развития инвестиций в морском бизнесе на Украине только формируется. Закона Украины о морских портах его как такового одного мало. То есть к нему нужно еще ряд других нормативных актов. Поймите правильно. И вот это вот и создает вот эти ситуации, которые в частности сложились в компании ОООС. Ну то есть ни более, ни менее, скажем так. Вам удалось найти компромисс с руководством этой компании? Я прошу прощения. Можно я задумываю? Потому что уже второй вопрос задали. Я тоже хочу по этому вопросу. Вот как бы пресс-служба государственного предприятия. Максим Анатольевич, вот любой ли инвестор сегодня приветствуется в акватории порта Южли, когда государство вкладывает реально миллиарды в дноуглубления, в гидротехнические сооружения? Вот скажите, какой будет сейчас приветствоваться инвестор? Тот, который обеспечит грузопоток миллионный или, например, компания All Seeds, которая грузит 150 тысяч? Вот скажите, вот что в данном случае, если предприятие государство вложит, оно будет требовать от инвестора? Ну, и действительно, любой ли сегодня нужен для такой акватории, может быть, для Белгород-Неструнского порта я не спорю, сегодня нужен любой инвестор. А для порта Южный, который предполагает проектные глубины по 19-21 метр, компания All Seeds принимает такие суда сегодня, с таким грузоизмещением? Будет она, например, обеспечивать такой грузопоток? И существуют ли такие суда под ее загрузку? Ну, Лариса Леонтьевна, вопрос понял, но в дополнение тоже к вашему вопросу. Смотрите, чтобы разложить эту ситуацию, основа, которую сейчас сказала в этом вопросе Лариса Леонтьевна, она понятна. В действительности государство, и надо обратить на это внимание, вкладывает в действительности очень серьезные деньги и в перспективе тоже очень серьезные деньги. То есть мы уже на сегодняшний день в акватории морского порта Южный, только государственные предприятия, морской торговый порт Южный, совместная администрация морских портов Украины, совместно, в виде портовых сборов, не будем это разделять, назовем это государство, вложила где-то порядка более миллиарда гривен. Миллиарда гривен. То есть за каких-то два с половиной года. То есть надо отдать должное государству. Естественно, вкладывая эти деньги, возрастает и порог требований, самих требований, внутренних требований к тому, а нужно ли заходить тому или иному, скажем так, грузопереработчику или инвестору в эту акваторию, с учетом того, что здесь, скажем так, требования к его суда, требования к перевалке возрастают. То есть цифра уже даже в миллион тонн по тому или иному, скажем так, грузопереработчику, она уже задается вопросом, ну, этот миллион оправдает себя или нет, ну, на этих глубинах. То есть одно дело принять кейпсайз Newcastle Max, который я вам говорил, или пост Панамакс, или же просто-напросто судно водоизмещением всего 30 или 40 тысяч тонн и платить вот такие вот портовые сборы. У нас же что же, скажем так, требования к инвесторам растет? Портовые сборы, что растут не просто так, то есть поймите правильно. Кто-то говорит, очень высокие портовые сборы в Порту Южном. Ну, возможно, высокие. Давайте сравнивать с чем-то сначала. Давайте сравним экономику кейпсайза, которую мы просчитали и отменили скидку 50%, и бизнес был этим удовлетворен, и он получил экономию на каждой тонне от этого даже, то есть при отмене скидки. Или грузопереработчик будет заводить суда водоизмещением 30-40 тысяч тонн. Конечно, экономика будет играть разной, для него будет дорогой судозаход. Но тогда возникает вопрос. Может, в действительности, ну, как сказал ваша коллега, есть смысл тогда заходить в акваторию Порта Южного, или все-таки рассмотреть порт, более доступный в части стоимости судозахода, Белгород-Днестровский или Херсонский порт, которые отличаются существенно по стоимости судозахода по ставкам портовых сборов. Ну, то есть я вам объяснил экономику. То есть я не говорю о том, что компания Олтис не имеет права или это ни в коем случае. Он потенциальный инвестор, имеющий полное законодательное право, которому созданы здесь все условия. Но, обращаю ваше внимание, компания Олтис это производство, маслоэкстракционный завод. У них нет собственного терминала, у них нет собственных перевалочных мощностей. Они работают через причал ТИС, контейнерный терминал, с которым заключили договор. То есть, обращаю ваше внимание, опять же. И работают они уже здесь с 2013, да? Да, с 2013 года, или с конца 2012 года. Ну, третий год. Да, третий год. То есть, поймите правильно, за три года только запустить терминал по приемке хранения, и вот только в этом году запустить Макслоэкстракционный завод, ну, понимаете, то есть должна быть тоже была, если нужен причал, синхронность строительства завода тогда, и причал причальных мощностей, если таковые существовали в их плане развития. Администрация морских портов уже не отвечает за их развитие, вы же тоже поймите правильно. Поэтому здесь вопрос уже в самом инвесторе, в инвестиционном понимании, скажем так, куда вкладывать деньги, зачем, и есть ли, ну, скажем так, возможность зайти, скажем так, а существует ли этот проход, ну, скажем так, я вам даже показал, где они находятся, где береговая линия. Но компромисса нет на сегодняшний момент, да? Почему нет компромисса? Мы не ищем компромисса, я вам еще раз прощаю. Все в порядке и все это. Компромисс ищется в конфликте. Конфликта нет, абсолютно. То есть есть просто-напросто ситуация, которая возникла, ну, вот в данный момент времени. Где-то от непонимания со стороны инвестора, ну, как всегда заявляет компания OXIS, где-то, может быть, не буду вещи, скажем так, говорить прямо, скажем так, где-то, может быть, мы не до конца услышали, скажем так, компанию OXIS, не оправдываем себя, скажем так, в данной ситуации. Но нет конфликта, никаких компромиссов абсолютно нету. Есть нормальная, плодотворная, рабочая ситуация, которая дальше движется. Насколько я знаю, компания OXIS дала заявку на разработку технико-экономического обоснования этого причального возможного фронта. Это рассматривается центральным аппаратом АМПУ на сегодняшний день. На сегодняшний день мы выдали по просьбе компании OXIS координаты возможного перспективного охраненного причала. Выдали мы эти координаты для того, чтобы им это облегчило задачу в части того, чтобы разработать ДПТ, детальный план территории, отвести землеводного фонда. То есть все, скажем так, заявки или заявления этого потенциального возможного инвестора удовлетворены полностью. Но второй вопрос, то, что задала Лариса Леонтьевна, ваша коллега, я тоже вам попытался как специалист доступно объяснить. То есть нужно самим себе задаться этим вопросом. Потому что существует в действительности здесь инвестор, который заходит на перевалку 1,5-2-3 миллиона, понимаете? И, скажем так, тоже хотят построить причал. Для этого они, скажем так, делают определенную работу, скажем так, тоже отводят земли, тоже проектируют. Но, по крайней мере, не создают такие ситуации, делают работу просто. Я могу привести кучу таких, ну, скажем так, примеров, ряд примеров. Это и торговый дом Хлебная Гавань, и группа компании Солнечная Польмера, которая сейчас Проминновация, ну, называется, да, Ликонас, Проминновация? Да, Пром-Техинновация. Да, Пром-Техинновация. Это и группа компаний Укуродфарминг, это и причалы Коминтерна. Все они занимаются, как и все другие, ДПТ, землеводного фонда, технико-экономическое обоснование, проектирование. Они в таких же условиях, как и компания Отцис, ничем не отличаются. Ничем абсолютно. То есть все на равных условиях. Даже в более выгодных, потому что они находятся в тылу причалов. Да, они находятся сразу возле береговой линии. Они находятся даже в более выгодной ситуации. И находятся тоже частенько не в очень таких ситуациях с точки зрения закона, законодательства, действующего законодательства, что все можно сделать быстро. То есть любое строительство причалов, это время до 5 лет. Если я не ошибаюсь, тут специалисты есть, которые разбираются в этих вопросах. С момента начала проектирования. Это 5 лет, чтобы построить нормальное капитальное гидротехническое сооружение. Скажем так, со шпунтом, со стенкой. Капитальный, с нулевой нагрузкой, так назовем. Вот этот причал. То есть это бизнес довольно-таки очень непростой. При этом они раньше заявили о своих намерениях, правда? Совершенно верно. Можно?